В самом центре Москвы, в Государственном историческом музее, состоялось торжественное награждение федеральных победителей международной просветительской акции «Диктант Победы». Стало уже доброй традицией проводить такие встречи с федеральными победителями «Диктанта Победы», другие наши мероприятия на знаковых площадках Музея Победы на Поклонной горе, в Государственном историческом музее. Сегодня мы рады приветствовать здесь, в самом сердце нашей столицы, в здании Государственного исторического музея. Напомним, в 2021 году акция прошла в третий раз. Проект реализуется по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» Организационного комитета «Наша Победа» при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Общероссийской общественной организации «Волонтеры Победы». Победа – это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны, это и все-таки проявление нашей благодарности. Это для абсолютного большинства наших граждан не дежурные слова, не какие-то такие формулы, а это истина. Мы действительно помним и обязаны помнить всех героев и тружеников Великой Отечественной войны. Старт акции по традиции был дан на центральной площадке проекта в Музее Победы. В этом году в акции приняли участие полтора миллиона человек из 85 регионов нашей страны и 80 зарубежных государств, как в очном режиме, так и в онлайн-формате на сайте акции. Всего победителей акции 20 человек. Ровно 76 лет назад здесь, на Красной площади, состоялся исторический парад Победы. И сегодня мы отдаем дань памяти миллионам бойцам и командирам Красной армии, труженикам тыла, партизанам, подпольщикам, разведчикам, которые с каждым днем Великой Отечественной войны при Биржане победу и победили, освободив и нашу страну, и освободив от нацизма Европу и весь мир. Их подвиг по-прежнему в наших сердцах и свидетельством тому растущая популярность историко-просветительской акции «Диктант Победы», которая вот уже третий год объединяет миллионы граждан нашей страны и граждан целого ряда зарубежных стран. География участников акции, которые правильнее и быстрее всех ответили на все 25 вопросов, охватывает значительную часть России. Это представители Республики Ингушетия, Республики Крым, Республики Калбыкия, Республики Чувашия, Белгородской, Брянской, Калининградской, Липецкой, Московской, Самарской, Смоленской, Ростовской области и Камчатского края. Друзья, не так много вещей, не так много событий делают нас единым народом. И, конечно, наша историческая память – это то, что сплачивает нас, и знание истории является безусловно ключевой основой и воспитательной работы и в школах прежде всего. Поэтому для нас, как для Министерства просвещения, очень важно принимать участие и поддерживать «Диктант Победы». В Москву на церемонию награждения смогли приехать 15 человек. Мне кажется, что акция «Диктант Победы», девиз которого «Знать, чтобы помнить», является как раз таким воплощением, наставлением поколений победителей. И вы, победители «Диктанта Победы», также, можно сказать, реализовываете то, что они нам желают. Поэтому я поздравляю вас с победой. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok